МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, желаем, товарищи! Поздравляю вас с открытием соревнований на первенство по-туречному городу Владивостока. Веселый рюкзачок! Ура! 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 Мы здесь вместе! Мы находимся в Доме детского творчества на фестивале, проводящемся среди учащихся школ Владивостока. На фестивале «Веселый рюкзачок». Вот мы можем увидеть, как дети выполняют задания, чтобы в дальнейшем прийти к победе. Соревнования поделены на несколько этапов. Участники показывают свои способности и приобретенные за долгий путь навыки. Расскажите, пожалуйста, о фестивале. Фестиваль называется «Веселый рюкзачок». У нас стоят 10 испытаний для детей. Все идут с элементами туризма, для туризма. И на команду образования, на сплачивание. Эти этапы можно будет проводить не только в походе, не только, а можно проводить на любых мероприятиях, когда детей надо чем-нибудь занять таким полезным. Вот мы даем такие испытания. Они становятся потом дружнее, сплоченнее, и какие-то вопросы решают гораздо лучше, без всяких проблем. Их потом, дети, проходя командные испытания, можно посылать везде. Они и в театре могут, они и песни будут петь, а если и парты попросишь носить, или полы помыть, они все это спокойно делают, как своей командой. Командой у нас сегодня состоит по 5 человек. 4 возрастные группы, от самых маленьких, потом средняя группа, старшая, и группа Open. Это взрослые с детьми, или педагоги с детьми, или просто дети, или взрослые. Это для того, чтобы поближе общались родители со своими детьми, или педагоги со своими школьниками, чтобы потом они развивали этот туризм во дворе, в школе. И развивали туризм не только, допустим, для себя, но и как в Приморском крае, например, или по всей стране. Сейчас это на первом месте, туризм по нашей стране едет. И все этапы идут у нас, как бы, подготовка к преодолению препятствий в условиях природной и техногенной среды. Очень интересно, это запоминается им на всю жизнь, и они постоянно потом помнят все это, и спрашивают, когда следующее соревнование. Да даже вот посмотрите, с каким восторгом они сейчас прыгают, бегают, преодолевают препятствия. С какой целью вы пришли на это мероприятие? Мне стало очень интересно посмотреть, как проходят подобные состязания, соревнования, фестивали. Поэтому я сюда пришла. А вы имеете какое-нибудь отношение к туризму? Ну, сам я непосредственно путешествую, недавно я был на Алтае. Вы планируете в дальнейшем как-нибудь развиваться в сфере волонтерства? Думаю, пока нет, но, возможно, в будущем я поменяю свое мнение. Испытания трудные или нет? Нет, в принципе, испытания все легкие. Сегодня этот день соревнований предназначен по большей части для маленьких детей и самых начинающих спортсменов. В данном мероприятии практикуется командная работа, поэтому я думаю, что да, мероприятие мне нравится. Задания трудные? Задания, не сказала бы, что прям трудные, но в них нужно уметь разговаривать со своими членами команды. Расскажите, пожалуйста, о своем этапе. Насколько я знаю, среди туристических соревнований это впервые проводится такой этап песенный, когда команда должна спеть определенные песни. И это очень хорошо, потому что туризм ассоциируется с костром и с песнями возле костра. И дети хорошо, если будут знать эти туристические бардовские песни. Победители соревнований.